Добрый день, уважаемые зрители! В этом видео я хотел бы проанализировать деятельность фрилансеров-лидеров проекта Freelance Hunt, которые победили в 8 номинациях ушедшего 2019 года. Первая номинация – работодатель года. Артур, фрилансер, видим, работает на сервисе 3 года уже, это достаточно большой срок, и, заметьте, третье место среди 179 139 заказчиков. Популярные, видим здесь, проекты, которые он дает под заказ, связанные с JavaScript и тому подобное. И если просмотреть ниже, то видим у этого заказчика очень много отзывов. То есть, как раз то, что пользуется спросом. 121 отзыв мы видим положительный, провел 3 конкурса, в команде 6 человек. Посмотрим дальше, у нас следующая номинация – заказчик мечты. Он получил оценки от фрилансеров больше 330 всех проектов, и все с оценкой из 10. Максим Калиниченко, стаж работы – 7 лет, как мы видим на сервисе. Рейтинг у него, конечно, ниже, чем у Артура, у того 10 тысяч. Но, тем не менее, 4 тысячи с хвостиком для фриланс-ханта, с учетом того, какая здесь конкуренция, это тоже немало. И видим, 11 место, он занимает почти 180 тысяч заказчиков. За последний месяц 60 заказов провел, за последние 6 месяцев 320. Опять-таки, положительные отзывы. Видим, 390 отзывов в команде 4 человека. То есть, опять-таки, подмечаем, что стаж работы, он имеет свою роль. Поехали дальше. Третья номинация «Трудоголик года». Выполнил наибольшее количество проектов за год. 191 проект. Ну, это немало. Что мы видим? На сервисе 1 год. И уже рейтинг 5842. Вы знаете, это немало. Учитывая, что в последнее время на фрилансе больше 500 тысяч фрилансеров. Вот обратите внимание. Всего 517 923 фрилансера. И он только год на сервисе и уже набрал такой рейтинг. Поэтому это показывает, что прорваться можно. Чем Владислав у нас работает? Видим, копирайтинг, СО, СММ. Ну да, это как раз то, что в последнее время пользуется популярностью. Завершил через сейф. Понятно, что это влияет на рейтинг. И, видимо, у него уже есть резюме такое достаточно неплохое. Немало навыков и умений. Есть портфолио. Заметьте, это немаловажно. Поэтому, ребят, если вы хотите работать на фрилансе, чтобы вам сразу доверяли, особенно учитывая, сколько сейчас всего же тех, кто ведет активную деятельность, работайте над качеством. Старайтесь определиться, в чем вы являетесь лидером. Четвертая позиция. Чемпионы года. Получили наибольшее количество побед в конкурсах. Видим 2263 рейтинг. На сервисе 2 года. Ну, кстати, это тоже у этой девушки Наталье приходилось дать непросто пробиваться. Ее навыки – дизайн, иллюстрация, и рисунки. И поверьте, что в этой категории пробиться не так уж и легко. Потому что, может быть, по 40, по 50 ставок на заказ. Ну, видим, что, тем не менее, Наталья могла пробиться к этому. Победила в 14 конкурсах. При этом, что относительно, скажем, небольшой стаж. Adobe Photoshop, иллюстратор, дизайн, CorelDRAW, AutoCAD, ArchiCAD. То есть, видно, что она очень много вложила в свое обучение. Потому что эти программы, которые требуют умения, навыков, ну и самое главное, видать, у нее творческий подход. Работает с баннерами, визитками. То есть, заметьте, сколько эта девушка смогла освоить направлений. Портфолио 129 работ. Очень удобно. По вкладочкам можно посмотреть. Поэтому, опять-таки, показывает, что если специалист, то, несмотря на загруженность, можно пробиться. Посмотрим еще одного чемпиона года. Ева Божинская. 8000 рейтинг, половины. На сервисе она 4 года. Но это уже более-менее 40. Видим тоже, работает в достаточно непростом направлении. Полиграфия, дизайн, наружная реклама. И 45 место в общем рейтинге. Это неплохо. И, опять-таки, видим, что есть у нее портфолио, которое она себе представила. Навыки, умения. То есть, видите, на фрилансхансе очень важно себя представить. Но при этом нужно быть честным и не завышать свои требования. Иначе можно получить не 52 положительных отклика, а отрицательные. Следующая категория Реноме года. Получил лучшие оценки заказчиков. 190 сейф-проектов. Оценка 10. Посмотрим. Это Игорь Тармашов. На сервисе 4 года. Уже относительно такой срок, можно сказать, хороший. 26 лет парню. И видим, интересно, что в каком он направлении работает. Это очень непростое. То есть, системная администрация, Linux, Windows, настройка ПО-сервисов. То есть, это связано с программированием на Python 3, если я не ошибаюсь. И видим, что даже он в одних из ведущих мест занимает. Первое среди настройка серверов, администрирования. Понятно, что это также он и выучил, и различные языки, которые связаны с веб-дизайном, с работой веб-сайтов. То есть, видно, что человек к такой узкой специализации и очень глубоко копает. То есть, он очень хорошо понимает. И видим, он себя хорошо также представил. То есть, объяснил, кто он, что он, и с чем работает, что немаловажно. Теги проставил. Кстати, тоже один из моментов можно учитывать, если у вас нет. Несмотря на свой возраст, что меньше 30 лет, но тем не менее, видим, что смог он освоить и Python язык программирования, и PHP. И также он создает сайты. Это уже веб-дизайн, то есть, там, JavaScript и тому подобное. И заметьте, 261 положительный отзыв. То есть, это как раз показывает, что это не пиар. А что он имеет? Портфолио. Всего лишь 7 работ. Но, тем не менее, учитывая его специализации, да, то видно, что эти отзывы, которые он имеет, они даже говорят громче, чем портфолио. Следующая область. Успех года. Заработал суммарно больше на всех проектах через сейф, 809 тысяч 663 гривен. 119 тысяч в проектах. Вам возникает вопрос, за что ему платили деньги? Этому Артему Яцеку, которому 29 лет. А вот у него специализация как раз довольно динамичная, развивающаяся это SEO. И интересно, что контекстная реклама. Также и AdWords, Яндекс.Директ. Ну и понятно, он, скорее всего, знает и поисковую рекламу. Да, ребят, это то направление, которое очень высокооплачиваемое, но в которое тяжело пробиться. Но не стоит сдаваться, не заметить. Первое место среди больше, чем полмиллиона фрилансеров. И в каких? В поисковом продвижении, в контекстной рекламе. И вот давайте посмотрим. 506 положительных откликов. То есть это показывает, что человек знает свое дело и делает на совесть. Интересно, что он, как составил свое резюме, у него также есть свои бонус-скидки. То есть он, можно сказать, некоторого рода и маркетолог. То есть также, если пролистим дальше, видим, что и СММ он разбирается. И, видать, и работает с зарубежными фирмами. И в портфолио 149 работ. Видимо, тоже у него есть своя сертификация. И, конечно же, куча положительных откликов. Посмотрим, сколько он на сервисе. 5 лет. И рейтинг у него, знаете, 60 767. Поэтому показывает, что не стоит опускать руки, если вы изучаете что-то сложное, то, что, возможно, не сразу дается. Поехали дальше. Плюс года. Приобрел профиль плюс на самодлительный срок. 117 дней. Ну, чтобы вы знали, что это такое, это профиль. Вот мы откроем, он отмечен здесь. Он дает возможность, как бы, иметь определенные преимущества. И что мы здесь видим? Услуги диктора, второе место, обработка аудио, четвертое. Вроде бы, кажется, но ничего сложного. То есть дикторский голос, аудиореклама, то есть это не PHP, не Python, не KSS, не JavaScript. Но, тем не менее, человек хорошо себе подал. На сервисе 4 года он уже работает. Видим, у него 157 отзывов, 17 работ. Немного, вроде, да, кажется. Но, тем не менее, видать, это качественно сделанные работы, которые достойно представлены в его портфолио. И поэтому видим, что поскольку у него, скорее всего, хорошие навыки, то гляньте, какие оценки. Положительные оценки он оставляет. Опять-таки, показывает, что хотите зарабатывать, вы должны быть хорошими специалистами. Следующее направление – модератор года. Приславл поддержку наибольшее количество точных жалоб на нарушение правил сервиса. Александр, 29 лет, на сервисе 5 лет. Тоже непросто у него направление, но, тем не менее, вы видите, что если вы даже будете проявлять такую активность, кстати, хотя рейтинг у него может показаться довольно невысокий по сравнению с теми, кто имеет такой же стаж, 2882, но, тем не менее, видим, что оценили этого человека, поэтому, как показывает, если заботимся о том, чтобы другим было удобно, возможно, защищаем от всяких шулеров, аферистов, то это, кажется, труд вроде бы не оплачиваемый, но, тем не менее, репутация у него хорошая. 82 работаю в портфолио. Пролистаю. Качественно выложенная, видим. Поэтому, также видим, у него хорошие отклики. И давайте подведем мы теперь итоги. Что показывает нам деятельность этих лидеров? Что добиться успеха возможно. И даже если вы не будете на первом месте, как Александр, но, тем не менее, можно найти свою нишу, свою ценовую категорию и в ней работать. Поэтому, что хочется сказать. В первую очередь, нужно запастись терпением, повышать свой профессиональный уровень, использовать все возможные фишки, которые дает фриланс биржа. Например, приглашать других, только быть честными. Помогать, видимо, что оценивать проекты, выявлять мошенников. И со временем произойдет прорыв, и вы найдете свое место на этой бирже. Я буду и дальше стараться вылаживать видео о работе в интернете. Оцените, пожалуйста, этот ролик. Мне очень важно узнать ваше мнение. До новых встреч на YouTube.